Дай нам уши слышать, что Дух Твой говорит. Дай нам уши слышать. Мы люди отчаянно голодные по Тебе, жаждущие Тебя. То, что кормило нас раньше, больше не кормит нас. Ты зажег внутри нас языки пламени, огонь, желание больших измерений Твоего Царства. Ты поставил нас на путь по направлению к Тебе, и люди не будут понимать наш крик. Люди не поймут наши желания и голод. Но мы молимся, о Боже, в этот час, в этот день, в этот сезон, в это время, когда люди отвернулись от Тебя. В этот сезон, когда мы организовали движение Бога, но в действительности мы не были частью Его, мы молимся, чтобы люди, которые умеют уши слышать, поднялись в этот час. Ты отличишь их Твоей славой, и Ты напитаешь их из Твоей собственной руки, и Ты будешь говорить к ним, как к друзьям или толпам, но Ты будешь говорить к ним, как к невесте. И Ты будешь шептать тайны Царства в ее ухо, когда она приходит, чтобы быть в близости в Твоем присутствии. Господи, мы здесь, чтобы быть в близости, мы здесь, чтобы соединиться с Тобой. Мы любим, любим, любим Тебя, мы любим Тебя, Боже. Давайте будем поклоняться несколько секунд, пару секунд, прямо там, где вы стоите, скажите Ему что-то, что только между вами и им. Любите, любите, любите Его. Боже, мы любим, мы любим Тебя. О, Боже, мы любим Тебя, мы любим Тебя, Бог. Еще несколько секунд, любите Его. Мы благословляем Тебя. Аминь. Вы можете садиться в присутствии Божьем, это действительно благословение быть сегодня утром здесь. Это честь для меня, и я в смирении, у меня была возможность провести немного времени с епископом и пастором. И невероятное вдохновение для меня. Служение больше не движет мной. Для меня это в прошлом. Вы понимаете, что я имею в виду? Некоторые из вас не знают, что я имею в виду, но попробуйте разобраться. Мне надоели проповедники. Мне надоело, что люди зовут проповедовать. Я устал от того, что каждый человек хочет быть пророком. Каждый хочет быть евангелистом. Каждый хочет быть кем-то великим. Меня это больше не впечатляет. Это выглядит так, что мы произвели поколение людей, которые жаждут кафедры, но не жаждут его присутствия. У нас есть люди, которые хотят пророчествовать, потому что они желают, чтобы собирались толпы, желают знаний, и они возбуждены своим даром и тем, что Бог творит. Но они не восторгаются тем, что настоящий пророк – это не тот, кто вызывает людей и называет их имя. Настоящий пророк – это человек, которому говорит Бог. И есть нечто, что невероятно, невероятно переполняет, то, что ни один человек не должен принимать это и бегом бежать к этому, но должен быть в страхе и благоговении. И причина, почему Бог вынужден был умолять пророков пророчествовать, а пророки не хотели этого делать. Иеремия говорит, я пытался не пророчествовать. И Иона убежал от Бога. Причина этому – то, что человек, который осознает вес и ответственность, которые прилагаются к голосу Божьему, когда Бог говорит, ты будешь пророком, ты убегаешь, ты бежишь не к Нему, ты бежишь от Него. Потому что это будет стоить тебе всего. Нет такой славы, которая дается нам, и чтобы она могла перевесить требования, возложенные на нас. Когда я встречаю кого-то, кто в служении, и у кого есть распознаваемое помазание и понимание откровения Божьего Слова, там есть также определенное смирение. Есть часть этого человека, которая говорит, я хочу Бога, я несовершенен, и я не самый лучший, но я хочу Бога. Это тот определяющий принцип, по которому я заключаю завет. Я не заключаю завет с великими проповедниками. Я не заключаю завет с теми, кто изгоняет бесов и воскрешает мертвых и исцеляет больных. Потому что Иисус сказал, что многие в последние дни будут так делать и говорить, что они делали это во имя мое. И Он скажет, отойдите от меня, делать или неправду, я не знаю вас. Я хочу построить завет в этот сезон с теми, кто живет по высшему закону. Вы знаете, что означает слово неправедность? Оно означает беззаконный. Так что я хочу быть с теми, кто так страстно стремится к чему-то в Боге, что готов нарушить свою зону комфорта, только бы войти в присутствие царя. Я провел несколько времени, несколько минут, пока мы ели ланч. Те из вас, кто называют этого Божьего Человека пастором и связаны с этим домом, хочу, чтобы вы знали, что вы в прекрасном месте, потому что вы не можете пойти выше вашего лидера. И мы думаем, что количество человек, которые сидят на наших проповедях, определяют наш успех. Те, кто слушают наши послания. Но не это истинный ключ к успеху. Лидеры – это люди, которые идут в те места, где другие люди не были раньше. Они как пионеры. Если ты идешь куда-то, где еще никто не был, там не будет много народу. Толпы идут следом. К тому моменту, когда множество приходят туда, где был пионер, пионер уже ушел на другое место, где работает Бог. Так что, если мы ищем множество народа, мы не будем частью того, что Бог собирается сделать. В то короткое время, что я провел с пастором, я увидел, что у него есть такое смирение и такая жажда по Богу. И я говорил кому-то из моих знакомых, друзей из Флориды, они спрашивали, как там дела, что происходит, что Бог творит. Я рассказал им, что говорилось и происходило, они сказали, здорово, здорово. А, пастор, расскажи нам о нем. Я сказал, вот что я вам скажу, он тот человек, которого я могу назвать другом. А меня спросили, как? Потому что они знают меня, у меня много друзей, я не люблю многих. Я не люблю людей и не люблю вас, я не люблю себя. Я поэтому не женат, я не люблю никого, они не любят меня. Шутка. Но есть несколько человек, с которыми мы сошлись. У меня плохо получается быть лицемером. Это не про меня, я не умею играть, улыбаться. Если я не люблю тебя, мне все равно, как сильно ты спасен, я скажу тебе прямо, что ты мне не нравишься. Пойдешь пообедать? С тобой? Нет. Я лучше куплю Happy Meal в Макдональдс и пойду домой. Это просто искренне, я не знаю, как подделывать. Когда я бываю в разных местах и когда мне понравится кто-нибудь и я называю кого-то другом, то это означает, что этот человек особенный. Не потому, что это я назвал его другом, а потому, что в нем есть уникальное качество истинности, которое я больше не нахожу во многих людях. Мы так хорошо научились играть роли. Мы потеряли наши собственные индивидуальности и забыли, кто мы. Для меня это честь и я действительно верю и я говорил ему, что хочу прийти в его служение. Я знаю, когда Бог посылает свои посещения, наступит день, который Он изберет, чтобы прийти особенным образом. Я слышал это позади себя. Я слышал, как Господь сказал, ты занесен в календарь. Вы не понимаете этого. Вы хотите, чтобы я пришел и проповедовал вам? Вам не нужно звонить мне. Я не веду ежедневник. Часто я даже не знаю, какой день недели сегодня. Я не знаю, ухожу я или прихожу. Есть кто-то, кто помогает мне, ведет расписание, помогает в других вещах. Так что, если вы попадаете в мой календарь, вы можете быть уверены, что я постараюсь быть здесь. И Бог говорил мне, когда я сидел здесь и сказал, скажи им, что они занесены в мой календарь. Я планирую посетить их. Есть что-то, что Бог запланировал для этого дома, что намного больше всего, что вы когда-либо ожидали. Это будет сформировано в смирении и будет проявлено в любви. Это будет видимым многим. Но это будет принято немногими. Но это будет Господь посреди своего народа. Этот дом не для каждого. Некоторые придут и потом уйдут. Некоторые будут наполнены завистью, что вы остаетесь живы и что все еще делаете то, что Бог вам сказал делать. Несмотря на ложное пророчество, несмотря на то, что было направлено против вас и несмотря на людей, которые провозглашали, что этот дом будет уничтожен и будет закрыт. И через несколько лет никого здесь не будет, Бог говорит. Несмотря на все это, Он пришел, чтобы доказать людям, что они не провозглашают Его волю, что Он решает. Господь сказал, но этот дом на время. Я допускаю вам проходить через то, через то, что вы проходите. Некоторое время вы проходили через это. Я допускаю вам проходить через это. Мне нужно отделить вас. Потому что Господь говорит, вы начали видеть движение Бога и начали видеть Мои любимые вещи настолько сильно, что благосклонность людей и желание людей начала вводить вас в сторону от того, что Я сказал вам делать изначально. И люди начали манипулировать вашим будущим. И они говорили вам, каковы их планы и чего бы они хотели от вас. Они давали обещания и говорили, что однажды ты будешь епископ, а ты будешь делать это. А я хочу, чтобы ты делал вот это, и все это будет твое. Но Бог сказал этому дому, все это никогда не предназначалось, чтобы быть вашим. Бог говорит, я вынужден был взять тех, кто были друзья и сыновья и отцы, и сдвинуть их, чтобы напомнить тебе, то, что Я призвал тебя делать, будет уникальным, и невозможно будет это ограничить внутри деноминации и внутри группы людей, которые не понимают Моего присутствия. И Бог говорит, в тот час после того, как я удалил все, то, что осталось, то, что осталось, это Я, то, что осталось, что никто не захотел. Бог говорит, это Я, Бог говорит этому дому, в этот час и в этот день я начну посылать обеспечение. Бог говорит, тебе нужно вернуться назад к некоторым папкам, коробкам, и начать доставать некоторые планы и идеи, вещи, которые ты планировал порою даже с другими людьми, о которых забыл, но потом отложил свои планы, однажды пытался профинансировать, но оно не получилось, и Бог говорит, все распалось на некоторое время, даже если ты забыл про них. И ты говоришь, хорошо, Боже, мы будем делать то, что Бог сказал, мы должны делать. Посмотрите вокруг, это временно. Бог сказал, я начну вновь зажигать те идеи, те сны, те видения, и я пошлю обеспечение, и будет увеличение. Я чувствую это Святым Духом. Могу сейчас пророчествовать этому человеку? Бог говорил то же самое тебе, человек Божий. Когда ты обернешься назад, то Бог говорит, каждый человек, который ушел от тебя, потому что у тебя был голод по Богу, Бог говорит, не бойся. Бог говорит, я помню каждого человека. Бог говорит, что-то произошло с тобой, ты допустил путаницу и начал тоже проповедовать ложное. Но Бог говорит, нет, ты стал голоден. Не так много людей, кто еще голоден, и Бог посетит этот дом. Я слышал, Бог сказал, что это будет дом пророков, ибо дети будут пророчествовать, и молодые люди будут пророчествовать, музыканты будут пророчествовать. И Слово Господне будет приходить, и это будет обычным делом. Люди даже будут смеяться и насмехаться над вами. Бог что, говорит вам постоянно? Но Бог ответит, только к тем, кто говорит ко мне постоянно. Придет перемена в молитве. И на протяжении всего сезона вы будете видеть группы молитв, которые будут заполнять некоторые стратегические времена, места. И Бог говорит, будут люди, которые будут собираться, чтобы молиться, без того, чтобы пастор просил их сделать это. Вы увидите, что в этом доме будут делать то, что я призвал их делать. И не нужно будет, чтобы кто-то просил их об этом. Бог говорит, я ждал, ждал народ, ждал дом, ждал народ, который просто скажет «да». Не «да» на словах, но «да» на деле. Не пустое «да», но такое «да», которое совершенным образом заполнено покорностью и смирением. Так что я смогу взять это одно слово и изменить целый город. Бог говорит, я собираюсь изменить этот город. изменить его изнутри наружу. Я буду делать вещи так быстро, что люди не будут понимать. Видите, Бог говорит, что величайший... Вчера вечером я вернулся домой, опечаленный в Святом Духе. Я болен так давно, что больше не читаю газет, даже не смотрю новости. Едва ли у меня есть время поспевать за чем-либо. Я только концентрируюсь на своем здоровье и на том, что Бог дал мне делать. Я стараюсь пребывать в этом. Так что я даже не знал, и знаете, это забавно. Я скажу вам, почему я говорю это. Я даже не знал о недавних изменениях в законе в Аризоне. Именно что полицейские имеют право остановить любого в любое время и потребовать подтверждения их гражданства. В Штатах я пророчествовал несколько лет назад. Когда был на Гавайях, это было несколько лет назад. Что придет тот день, когда нам нужен будет паспорт, чтобы переехать из Штата в Штат в нашей собственной стране. Потому что с 11 сентября вещи поменяются. Я даже не понимал тогда, что Бог имел в виду, говоря, что будет иметь место расовое разделение. И когда я услышал об этом вчера, у меня волосы дыбом встали. Я почувствовал быстро опускающийся суд Божий, когда вчера вечером вошел в свою комнату, положил вещи, и меня спрашивали, вообще все в порядке? Да, я сказал, все хорошо. Когда я вошел в свою комнату, у меня было быстрое видение. Я мог видеть город. Я помню, как летел в самолете и мог видеть все пространство, где я летел. Я видел его полностью. И я увидел черное облако. Темнее, чем что-либо, что я когда-либо видел. Оно стремительно сошло, оно двигалось быстрее, чем самолет, на котором я летел. И я увидел, как оно покрывало все. Господь сказал, мой суд идет. И когда тьма пришла вот так, в один момент, я посмотрел, и в центре этой тьмы кое-где были маленькие огоньки. Маленькие огонечки. Бог сказал, когда тьма покроет землю, и кромешная тьма покроет мой народ, встань, светись, ибо свет твой восходит. Бог говорит, я буду судить правительство, я буду судить каждого человека, кто голосовал за него. Я буду судить всякий дух предубеждения. И когда тьма придет, приготовьтесь к тому, что придет пробуждение. Потому что свет будет сиять там, где изобилует тьма. Вы слышите меня? Прошлым вечером мы пошли поесть. Что я скажу, суд грядет. Я хотел взять что-нибудь поесть, и просто не хотел тратить время, и сказал ему, пойди, купи что-нибудь поесть. Но я имел ввиду что-нибудь вкусненького, сладенького, но... Он привел меня в такотоки. Что это такое? Оно даже не настоящее, это такотоки. Вы посмотрите его паспорт. Я сказал, могу я торт заказать в час ночи? Мы будем молиться за суд над этим городом во имя Иисуса Христа. Но реальность такова... Есть нечто, что Бог хочет сделать. И каждый раз, когда вы видите, что такие вещи начинают происходить в регионе, Бог начинает поднимать особое пророческое присутствие. Пророческое присутствие — это вторичное следствие социальной несправедливости. Пророки становятся голосом тех, кто не имеет голоса. Пророки начинают говорить к тем, к кому никто не хочет говорить. Я знаю точно, что... То, что мы считаем движением Бога, это не есть движение Бога. Мы уважительно реагировали на то, что ложно. Оно похоже, но никоим образом даже приблизительно не является тем, что Бог делает. Потому что, когда приходят Божьи движения, оно не выделяет в особое место богатых и влиятельных людей. Видите ли, Бог не может говорить к зданию, наполненному людьми и не имеющими свое мнение и свой голос. Бог приходит к молчащим, к тем, кого никто не слушает, и говорит, «Теперь вас будут слушать, потому что Я ваш голос». Когда пророки пророчествовали, они делали это потому, что вдовы и сироты были отвергаемы. Потому что к тем, кто был язычником, относились как к людям второго сорта. И Бог напомнил детям Израиля, как нужно относиться к пришельцам. Вы хотите понять, что такое святость? Святость в переводе с иврита – «кадишо» означает… Когда вы читаете слово «гостеприимство», услышьте меня, то святость в ее оригинальном понимании с первого столетия означает быть гостеприимным. Кодекс святости в книге Левит ничего общего не имел с одеяниями. Впервые, когда святость упоминается в отношении к закону или правилу, оно привязано вот к чему. Если будет пришелец в твоем городе, который не успеет прийти в свой дом вовремя, до захода солнца, ты возьми его в свой дом, накорми его и уложи его в свою кровать спать, и они узнают, что это Господь, Бог твой, тот, который сделал это все. Вот что святость. Святость имеет мало общего с тем, что впечатляет людей. Оно полностью связано с тем, что действительно касается сердец и умов людей. Что такое святость, святость? Что мы видим сейчас в это время? Дайте скажу вам что-то. Есть люди, которые умирают или голодны, есть люди, которые страстно желают чего-то в Боге, и когда мы подчиняем себя слову Господа, и когда мы начинаем становиться голосом, и позвольте мне служить вам сегодня утром, становясь голосом, когда мы становимся голосом для тех, кто не имеет голоса, Бог вынужден помочь нам. Вы хотите, чтобы Бог пришел в вашу жизнь и начал делать вещи, которые Он делает? Но Бог может работать только с тем, что Он распознает. Бог ищет на земле Себя. Пока Он не увидит Себя, Он не появится. Он признает только Себя. Я был на конференциях и видел людей. Я стоял сзади, уставший. Знаете, это непросто. Ты служишь, проповедуешь, садишься на самолет, путешествуя туда и обратно. Иногда я учусь по 12 часов в день, читая тексты. Бывает, сплю 4 часа в день. Хочу успеть за чем-нибудь. Читаю по 8 книг в неделю. Читаю, стараюсь уважить чужое мнение, понять и делать то, что я делаю. Но выше всего этого, что я делаю, я стараюсь поддерживать мою личную молитвенную жизнь. Определенное время, которое я посвятил Богу. То есть, если у меня 24 часа в сутки, значит, 2 часа и 40 минут принадлежат Богу, я провожу их в молитве. По меньшей мере, 2 часа 40 минут. Потому что это самое меньшее, что Он может получить. Я смотрел телевизор столько же. Я знаю, вы так не делаете, но я делаю, так что слава Богу. Ладно, как бы там ни было, я пытаюсь сделать все эти вещи, и это настолько захлестывает порой. Я устаю, порой слабею, становлюсь неразговорчив с людьми. Не то, чтобы я слишком святой, я пытаюсь сбежать, я просто устаю. В прошлый раз чуть не уснул во время разговора с людьми. Но что-то есть во мне, что просто любит Божьих людей. И вот на одной из конференций я нахожусь в служебной комнате, и вдруг приходит миллионер, большой даятель в церкви. Приходит бизнесмен, приходит доктор. Приходит рэпер, приходит атлет, приходит парнишка из такой-то там группы и из другой группы. Я думаю, как они сюда попали? Почему я их встречаю? Почему мы даем им место? Кто они? Что убеждает их быть спасенными? Когда мы сделали им легкий доступ, они ничего не делают. Есть люди в церкви, кто приезжает на автобусе. Две или три пересадки. И они получают какие-то копейки в месяц, способен государству или пенсию. Они покупают еду, другое. То, что у них остается, они приносят и отдают в церковь. Это немного. Три доллара, пять долларов, десять долларов. Но это все, что у них есть. И они даже на несколько рядов не могут продвинуться вперед с задних сиденьев. Если Бог посетит меня, то Он посетит меня через них, тех, кто голоден и на грани. Я полностью иначе мыслю. Я тут говорил только что кому-то. У нас так много больших церквей, и меня так много приглашают на этот месяц. Множество приглашений получил я. Месяц назад я проповедовал в церкви одну из самых больших. Несколько человек пригласили меня. Прежде чем я приехал, они хотели помочь в организации брони, там, с чем-то еще. Я ответил человеку, который помогает мне, «Не, не сейчас. Может, вообще никогда. У тебя нет ничего, чтобы сделать это самому». Я сказал, «Открывающий дверь – это Бог. Если мне поможешь ты, то это не Бог». Есть нечто, что Бог хочет сделать во мне. Я больше не хочу, чтобы это было осквернено успехом и множеством народа. Я проповедовал, услышите, я проповедовал множеством, только для того, чтобы уйти и осознать, что они ничего не поняли. И я сказал, «Боже, пошли меня к голодным, потому что если голодные примут это, они смогут разжечь огонь и пробуждение, которому не обязательно бронировать мне билет на самолет, которому не нужно ждать, чтобы проповедник приехал, и не нужно молиться, чтобы он долетел хорошо, потому что голодным людям все равно, летит ли аж в том самолете, потому что Дух Святой сказал, что Он встретит их там». День грядет, когда мы увидим книгу Деяний снова, но в большем размере. День придет, и услышьте меня Духом Святым. День придет, когда вы не будете приглашать пророков, вы не будете вносить их в расписание и бронировать евангелизационные пробуждения, но церковь будет искать лица Божьего, и Бог будет говорить к людям по всему миру и направлять их, «Иди туда или иди сюда, и мы будем подниматься и идти туда». Вы будете на своих лицах молиться и говорить, «Мы знали, что Бог будет говорить, и мы пойдем». Вы не можете забронировать пробуждение, вы не можете внести в расписание служение, когда Бог вмешается. Я жажду, жажду этого дня. Я говорю вам, что мой доктор сказал… Сказал мне около двух лет назад. Ну, год с половиной, может чуть больше. Я умирал. Лекарства, которые я принимал… Они отравляли мое тело. Разрушили множество моих нервных окончаний, зрения. Попали в спинной мозг. И доктор сказал, «Это выглядит плохо. Мы попробуем разобраться с этим. Мы уже знаем, что у вас третья стадия рака толстой кишки». Меня это не беспокоило, мне все равно. Я сказал тогда, я сказал, «Боже, что бы ты не хотел сделать?» Но были люди, которые жаждали помазания. Я не знал этого, не знал, что людей все равно будет тянуть, и они будут смотреть мои видео на ютубе. Люди отчаянно пытались найти мои записи, спрашивая, «У кого-нибудь есть записи? Где можно купить кассету?» Был спрос на помазание. Я хочу, чтобы вы поняли, я знаю, я уже должен был быть мертв. Но я также знаю, что я был верен тому, что Бог дал тебе. И когда я уже должен был быть мертв, то дар Божий, помазание и глубокие вещи в Боге побуждали людей говорить, «Боже, ты не можешь позволить ему умереть сейчас, потому что есть некоторые истины, которые он еще не отдал нам, некоторые откровения, которые ты сказал ему и которых мы еще не слышали». Вы понимаете, что когда вы верны вашему предназначению, оно сохранит вас, оно будет поддерживать вас и обеспечивать. Я точно знаю, что говорю. За месяц или два, как все пошло не так, как надо, мы пытались взять кредитный отчет, чтобы купить недвижимость во Флориде. Мне разрешили кредит, у меня очень хорошая репутация там была. Очень хороший кредит мне предоставляли. И у моего отца тоже. Мы могли это осуществить, и это было так замечательно. И к тому времени, когда это все было закончено, я оказался в таком положении, что не мог купить даже велосипед. Оно принадлежит кому-то другому. Избрание Божье. Бог даст тебе благосклонность и начнет открывать и высвобождать и делать вещи для тебя, которые ты не мог бы никогда представить. Никогда не мог представить в своих мыслях, что когда-нибудь буду жить в том, что будет принадлежать мне. Я спал у людей на диванах, на полу. Это просто удивительно для меня. Но я знал, я не переставал говорить Богу, что мне трудно быть в его присутствии, когда я живу у других людей. И трудно по-настоящему искать его. Потому что я в этом ненормальный. Если, например, он говорит, я хочу поговорить, а сейчас 4 утра, то я не сплю и мы разговариваем. И если я вижу что-то и хотел бы, чтобы Бог проситил меня и начинаю страстно искать его, иногда я делаю это настолько громко, я просто хочу быть свободным и быть собой в его присутствии. Для меня было удивительно, когда Бог открыл дверь, чтобы мне приобрести другое жилье. Вы не можете этого представить, если не были бездомными на протяжении четырех долгих лет. И вот вы входите в дом, который принадлежит вам, открываете своим ключом, и у меня нет много мебели, что-то тут стоит, там немного, в углу другом постелено на полу, чтобы спать. Но это мое. Первое, что я сделал, я закрыл дверь, закрыл все, открыл все окна и высунулся в окно, крича и прозвавляя Бога в течение трех дней. Через три дня соседи забеспокоились и пришли спросить, все ли в порядке. Мы подумали, что у вас, наверное, собака умирает. Мы слышали вой всю ночь. Я сказал, не, у меня нет собаки. Может, я сам собака, жаждущая собака, у меня дух халева. Я голоден по его присутствию, я голоден по нему. Есть страсть по Богу, есть страсть в этом доме. И это воспламеняет огонь Божий. Спасибо, епископ, что пригласили нас. Я долго медлил, прошу прощения. Я писал четыре года, просто пытаюсь выдать все действительно быстро. Спасибо, служители, за вашу верность, за то, что старались наладить контакт, были терпеливы со мной моим расписанием, все такое. Спасибо вам за ваше терпение. И мы только что разговаривали с пастором церкви Милхиседека из Сакраменто здесь, в Сиэтле. Они проделали путь из Сакраменто, чтобы быть здесь, быть едиными с нами. И так уже несколько лет делают. Кто-то в России перевел все мои записи на русский, по всему миру. Больше всего писем я получаю сейчас из Азербайджана, Узбекистана, России, Чехословакии, из всех тех регионов. Польша. Удивительно, что Бог сделал. Сербия, Хорватия, во всех тех местах. И меня спросили, ты что, был во всех тех церквях? Когда я ушел с должности, то все церкви, с которыми была покончена... А в Православии я взял год отпуска и ушел со своей должности. Правда, не оставил звания. Звания всегда остаются за человеком в нашей церкви. Но теперь в моей должности нет и ответственности. И тогда я еще плохо понимал, что, по сути, был пастором для всех тех людей, через видеозаписи, касаясь их и кормя по всему миру. Они приехали, чтобы быть здесь. Один молодой парень из Сиэтла... Это было два года назад? Два года... А, две недели назад они запланировали приехать сюда. Две недели назад он был в траке. Он перевозит автомобили, он водитель трака. И трак перевернулся пять раз. Пять раз! Он вышел без единой царапины. Потому что Бог сказал ему, что это потому, что Бог хотел, чтобы он был здесь. Так что я очень почтен. Я никогда, никогда не воспринимаю легкомыслие на тех, кто приезжает послушать меня. Никогда. Единственная причина, почему Бог говорит ко мне, это потому, что есть голодные люди, которые просят Бога говорить к ним. И все мы можем не иметь того... Одинакового уровня голода. Видите, есть много разных уровней музыкантов. Но наиболее искусные музыканты имеют наиболее тренированное ухо, чтобы слышать тонкие нюансы каждого аккорда и ноты. И это не делает других музыкантов меньшими, чем они. Согласны со мной? Это просто значит, что кто-то имеет ухо слышать. Это не значит, что я более важный, чем какой-либо другой пророк или проповедник. Но Бог дал мне ухо слышать нюансы Его Слова и провозглашать их, чтобы давать видение и смысл тем, кто голоден и желает видеть страсть Бога и план Божий в их жизни. Это сезон, когда люди тянутся к более глубоким вещам. И Библия говорит, глубина взывает к глубине. Могу я слышать сегодня вам, что глубина взывает? Моя глубина взывает к вашей глубине. Ваша глубина взывает к моей глубине. И обилие откровения – вторичное последствие ваших слов. Когда вы говорили, я ходил в церковь 20 лет. И Боже, должно быть больше. Должно быть больше, чем это. Есть история об одном человеке по имени Уильям Бранхам. Много лет назад это был колоссальный пророк Божий. Но когда он был ребенком, каждый раз, когда его мама отворачивалась, он рвал лимон из дерева и ел. Высасывал и ел лимоны целыми днями. Он не был мексиканец, маленький белый ребенок. Ел лимоны постоянно и так много, что это привело к тому, что его губы обсыпало. Губы и рот, но он не останавливался. Когда его привели к врачу, и врач взял кровь на анализ, то он увидел, что у ребенка нехватка витамина С. И ребенок даже не знал об этом. Но когда он ел лимон, его мозг регистрировал, что состав этого кислого фрукта – это витамин С. Он ел лимон, и его тело пыталось восполнить недостаток витамина. Понимаете? Глубина взывала к глубине. И порою мы не знаем, что с нами не так. Мы приходим в церковь, отдаем десятины, мы хорошие члены церкви, делаем все, что Бог говорит нам. Но есть нечто внутри нас, говорящее «есть больше, есть другой уровень». И я хочу поделиться и послужить пророчески немного сегодня. Хочу поделиться тем, что Бог говорит. Еще только четыре часа на часах. Слава Богу. Все пятигранное служение. Здесь есть пасторы, это всюду. И вот человек Божий приехал. Откуда вы? Из Вашингтона. Приехал из Вашингтона. Эта пара вон там приехали из Юстона. Мы просто рады за них и тому, что Бог делает. Мы любим Вас. Друзья мои, я узнал Вас, рад видеть Вас там. Он был с нами в школе пророков на Гавайях. Я поехал в школу, и когда возвращался назад, все записи и все такое... Он пошутил прошлым вечером. То есть я хочу сказать, что я уже так давно вовлечен в это служение, как сегодня, что это забавно для меня. Так вот он сказал, что хочет подарить несколько моих дисков. Но прежде чем отдать их, он спросил того человека, я не знаю, готов ли ты. Я не знаю, потому что когда ты слышишь истину, это будет стоить тебе чего-то. Так что одна из наших шуток была, мы помещали маленькое разъяснительное замечание в некоторые наши диски. Там говорилось, если вы не готовы слышать меня, не слушайте это. Мы не несем ответственности за то, что бы то ни было, что может произойти после прослушивания этой записи. Потому что вы не сможете вернуться назад в религию и церковь, как обычно. Вы не сможете. И я не могу, не могу сделать этого. Знаете, есть вещи в Боге, которые мы оставляем, которые имеют ценность. Бог говорил мне и сказал, Верон, в последние дни я воспитаю пророческую среду. Но они не должны быть распознаны через крусейды и конференции. Я буду размещать и насаждать их стратегически по моему царству и местам, где люди даже и не подумают, что они там. Но они будут голосом, и они будут говорить, будут говорить к тем, к кому никто не говорит, будут провозглашать. Видите ли, пророки в это время не поднимаются за кафедрой. Они поднимаются среди прихожан на уроках изучения Библии в воскресных школах, и они не пытаются начать новые церкви. Они пытаются открыть уши людей, чтобы те слышали Дух Господень. Они выкапывают, понимаете, что я имею в виду? Они выкапывают слово Господне для них. И в этот час поднимается эта пророческая поросль, и пророческий голос звучит к апостолам, прокладывая им путь. Есть пророческое помазание, которое идет перед ними. И приходит пророк и начинает провозглашать, что Бог говорит. Здесь мы должны понимать, что это больше, чем что-либо. Поймите это сейчас. Услышьте меня Духом Святым. Бог, и я говорю это с убежденностью, Бог, настолько совершенно любит свою церковь тех, кого Он призвал, что доказательством этой любви к нам будет пророческое движение. Послушайте меня. Величайшая история в Библии, которая отражает любовь Бога к церкви, это песня Соломона. Когда пророк приходит, он будет провозглашать страсть Бога. Таким образом, что люди будут становиться лучше. Услышьте меня. У тебя есть дочь, и она встречается с кем-то. Она говорит, я люблю его. И ты садишь ее и задаешь ей вопрос, а ты становишься лучше? Но он любит меня. А ты становишься лучше? Ты пытаешься пробудить ее, потому что она глупа и не видит, что с тех пор, как она стала с ним встречаться, раньше она хотела идти в колледж, теперь она уже не идет в колледж, собиралась делать что-то, но все ее намерения пришли к концу. И вопрос в следующем. Что же? Если Он действительно любит тебя, и это здоровая любовь, ты станешь лучше. Правда в том, что мы видели и называли это излиянием от Бога. Но те церкви не в Боге и не стали лучше. В действительности не стали. Мы не повлияли на мир с состраданием. Знаете, что, пока правительство... Мне недавно это сказали, не так обстояло дело с разграблением и волнениями в Римской империи в то время. Историки изначально думали, что это христиане сожгли Рим, и это уничтожило Рим. Но не так давно, где-то 30 лет назад, было проведено трое археологических раскопок. И там были найдены Писания Синедриона. И в одном из писаний Синедриона говорилось, там было записано, «Давайте наведем великое бедствие на Рим, и давайте обвиним в этом христиан». Так что христиан обвинили в разграблении Рима. И когда Рим обнаружил свои города сожженными, они думали, что это дело рук христиан, и начали преследовать христиан. Причиной преследования христиан было следующее. Причиной, почему евреи ненавидели христиан, потому что христиане изначально считались сектой иудаизма, было так, что христиане не старались быть новой религией. Они были евреями. Разница была в том, что это были евреи, которые начали кормить других голодных евреев. А религиозные евреи ничего такого не делали. Христиане были ненавидимыми, потому что они начали притворять в жизнь. Понимаете? Синедрион, еврейское судилище, стал настолько зависимым от римского обеспечения, что они пренебрегали своими бедными, думая, что это было ответственностью Рима кормить их бедных и больных. Понимаете? Так что церковь ничего не делает? Она не кормит голодных, не одевает бедных. Почему? Потому что они могут выйти на улицы города, получить пособие, пойти в социальную службу. Но это не ответственность государства кормить тех, которые наши. И если Бог собирается доверить нам миллионы, это потому, что Он может доверять нам миллионы. Уловили? Есть деньги. Они под замком. Есть ресурсы. Под замком. Есть богатство. Скрытое. Которое принадлежит нам. И Бог говорит, «Я не открою его, пока не увижу основания для его высвобождения». Говорю вам, грядет своевременное обеспечение. И если мы в правильном месте, то не будет ничего, о чем бы мы просили Его, и чего Он не дал бы нам. Потому что это будет так всецело и полностью соединено с Его целью и Его царством. Если у вас есть Библия, откройте со мной книгу Амоса. Я уже цитирую этот стих всю неделю, но я хочу проповедовать из него. И мы коснулись его прошлым вечером. Прошлым вечером, когда я вышел помолиться, я видел, как темное облако мчалось над этим городом и над этим регионам, и Господь сказал, «Суд грядет». Бог не может сносить предубеждения на каком бы то ни было уровне. Особенно Бог ненавидит предрассудки, когда они исходят от того, кто был успешен и действительно мог бы что-то делать и помогать людям. Я хочу сказать, что это страна, я должен сказать это. И причина, почему меня приглашают повторно в некоторой деноминации церкви. Я был на конференции пять лет или десять лет назад. Одна из конференций насчет евангелизма. Я там был. Там были такие высокие башни. Люди стояли. И прямо перед началом служения, перед тем, как мне проповедовать, вдруг откуда ни возьмись, с крыши спустили огромный американский флаг. Знаете, спустили вниз. Это было впечатляюще. Внезапно начала играть музыка. Все запели «Боже, благослови Америку». Было очень красиво. Все встали, люди говорили на языках, пели, все такое. И мне сказали, теперь епископ Аш, можете выходить. Я взял микрофон и сказал, Господь говорит, Бог не благословит Америку. Он не благословит страну, которая убивает детей и приносит их на алтарь ваала, как это делали в первом веке. Он не благословит страну и дала поклонницу. И они были разочарованы. Вы должны были подтвердить это заявление. Я сказал, я не могу подтвердить несправедливость и беззаконие где бы то ни было. Люблю ли я эту страну? Да. Я пользуюсь ее благами. Я живу здесь. Но я также не настолько слеп, чтобы думать, что то, чем мы наслаждаемся сейчас, мы будем наслаждаться этим всегда. Когда мы не можем покрывать нужды людей вокруг нас, это поражает меня. И настоящий пророк будет озвучивать эти вещи. Они будут говорить об этих вещах, и они будут слышать голос Божий насчет этих вещей. Эти вещи огорчают Бога. Любая несправедливость огорчает Бога. Поэтому пробуждение – это вторичное последствие того, когда люди делают что-то сверх меры, сверх среднестатистических стандартов. Когда мы действительно начинаем ощущать бремя людей вокруг нас и касаемся их, тогда Бог посетит нас. Вы хотите, чтобы пробуждение пришло? Хотите, чтобы пришло пробуждение? Пробуждение приходит, когда человек говорит, «Я изменен». «И не через служение, но потому что у меня ничего не было. И этот человек, который меня не знает, он помог мне». Я должен, я должен это сказать. А вы должны увидеть это. Все, что мы делаем… И мы неверно понимаем, что говорится в Амаса. Все, что мы делаем, в этом мы должны отражать Бога. Все, что делает церковь, если оно не отражает Его, оно не достойно, оно ложно. Если то, как люди спасаются, это так, смотрите, есть ли среди вас сегодня кто-то, кто боится попасть в ад? Есть ли один из вас сегодня, кто боится попасть в ад? Огни ада горят, и невинные люди там, потому что они не верили в Иисуса. И кто-то начинает дрожать в церкви. И потом мы начинаем говорить про антихриста. Вы получите чип в вашу голову и чип в руку, и вы не сможете ни покупать, ни продавать, и вам отрубят голову. И всякие такие тупости. Люди уже такие… Страшно, страшно, страшно. Выходите! И они выходят, чтобы получить спасение. Они приходят и отдают свою жизнь. И теперь они в церкви, которая видимо. И мы пытаемся понять, ничего из этого не отражает Бога. Бог никогда не умоляет нас, никогда не использует страх, чтобы привести нас в Его Царство. Никогда. Хоть раз Он сделал что-то подобное. Ни разу. Поэтому это никогда не производит ничего здравого в церкви. Это производит религиозных людей, производит людей, которые используют страх вместо того, чтобы иметь страсть завоевывать людей. Но если я захочу завоевать вас для Христа, то я не буду спрашивать, если ты умрешь сегодня, куда ты попадешь? В ад или в рай? Вот что вы должны спрашивать, если вы евангелизируете. Привет, как дела? Хорошо. А какая у тебя есть нужда? Что ты имеешь в виду, какая у меня нужда? Есть что-нибудь, в чем ты нуждаешься сейчас? Друзья, у вас есть пища? Да, есть. А как дети? Нормально. Они ходят в школу? Да. Но тут есть небольшая проблема. У младшей дочери проблема с глазами, мы не можем купить ей очки. И ты говоришь, «О, вы не можете позволить себе купить ей очки. Пойдем, купим ей очки прямо сейчас. Я об этом позабочусь». А ты кто такой? Ты государственный работник? Нет. А до кого ты работаешь? Ни на кого. Не беспокойся. Пойдем. Теперь то, что они увидели, это Бог. Они увидели поступок. Так делает Бог. Он приходит и спрашивает, «Как тебе помочь стать лучше?» Не просто чуть-чуть измениться. Теперь они прочувствовали истинное пробуждение. Потому что пробудить означает взять то, что мертво, и дать Ему жизнь. Можете себе такое представить? Вот это евангелизм. И знаете что? Это стоит вам чего-то. Это же легко постучать кому-то в дверь и протянуть брошюрку. Но это вам ничего не стоит. Понять же, что не так. Вот это мне чего-то стоит. Потому что, когда я пойму, в чем проблема, тогда я ответственен сделать что-то, чтобы помочь тебе стать лучше. А я не хочу делать этого. Я не хочу сидеть здесь и слушать твою историю. Приходит женщина с проблемой кровотечения. Библия говорит, что Иисус получает новость, что дочь одного человека, которой 12 лет, она умирает. Иисус идет исцелить дочь этого человека, которой 12 лет. Она больна. Но пока он идет исцелить эту 12-летнюю девочку, которая умирает, Библия говорит, что подходит женщина с проблемой кровотечения, которая уже 12 лет имела эту проблему. И Библия говорит, она прикасается к краю его одежды. Когда она прикасается к краю его одежды, Библия говорит, что она сразу же исцеляется. Он говорит, кто прикоснулся ко мне? Апостолы говорят, что ты имеешь в виду, кто прикоснулся ко мне? Толпы окружают тебя. Услышьте меня. И пока Иисус разбирается с тем, кто прикоснулся к нему, эта 12-летняя девочка умирает. Иисус спрашивает, кто прикоснулся к нему? Все прикасаются к тебе. Иисус говорит, но сила покинула меня. И Библия говорит, женщина с проблемой кровотечения сказала, будь милостив ко мне, сын Давидов. И Библия говорит, она сказала ему все. Вы понимаете, что эта маленькая девочка, которая умирала и уже умерла, была 12 лет. И эта женщина, у которой была проблема кровотечения, была больна 12 лет. Эта женщина была мертва столько же, сколько та девочка прожила. И было недостаточно исцелить ее состояние. Евангелизм – это не исцеление больных. Это неудобство в твоем графике, когда ты садишься и выслушиваешь их историю. Настоящее чудо было в том, что царь царей и Господь господствующих нашел время выслушать маленькую пожилую женщину, которая, возможно, была в огорчении и боли, и изранена. И, возможно, хотела сказать, ты не понимаешь, хотеть поклоняться. А левит останавливает тебя и говорит, нечиста. Ты никогда не узнаешь, каково это смотреть на своего мужа в соседней комнате и видеть руки, которые раньше обнимали и ласкали тебя. Но больше ты не имеешь этого. У нее была история. И он нашел время выслушать ее. Это пробуждение. Это не то, когда людям говорят, что тысячи человек приняли крещение. Это когда рассказывают, что 5 человек настолько изменились, что на следующей неделе они привели еще 5, и это уже 10, и потом привели еще по 5, и это уже 20. Это небольшая численность, но эти люди приходят с историями и разными моментами. И это удивительно, потому что это не заняло у нас 15 лет, чтобы привести к зрелости. Еще и двух недель не прошло с тех пор, как они спаслись, но они уже были на улице, пытаясь кормить людей и делать что-то еще. Понимаете? Мы производим поколение, которое следует за сердцем Бога. Хочу поговорить с вами насчет пророческого. Мы уже говорили с вами об этом, говорили вчера о голоде, который будет по слышанию Слова Божьего. Я пропущу это. Это то, о чем Амос говорит. Он говорит, что голод в последние дни будет не по пище, не по хлебу и воде, но по слышанию Слова Божьего. Проблема со слышанием Божьего Слова, потому что мы не хотим слышать, что Бог говорит. Мы хотим слышать то, что мы хотим слышать, но не то, что Он говорит. Для меня это удивительно, что когда Бог действительно говорит, я часто нахожу что-то, что Он говорит, настолько противоречит тому, что я думал о своем будущем. Вы понимаете, что когда вы видите движение руки Божьей на вашей жизни, и начинаете видеть, как что-то начинает происходить, ты думаешь, да, это оно. А когда настоящая воля Божья открывается, то оно не похоже ни на что из того, что кто бы то ни было пророчествовал. Вы понимаете, что вы видели это? И это было как тень, но вы не были готовы к этому. Когда Бог начинает открывать Его цель для нашей жизни, когда Бог начинает открывать Его, ничто в этом мире не может справиться с этим. Ничто. Ничто в этом мире не может понести это. И когда Бог говорит, Он говорит, как сквозь тусклое стекло. Так что только те, кто понимает голос Бога, будут способны понять это. Вы будете удивлены. Что-то, что движет мною в этом сезоне, это не то, что волнует большинство народа. То, что волнует меня, и то, что интересует массой разной вещи. Есть вещи, которые Бог говорил мне, и то, что я видел, и без сомнения, в конечном итоге, оно связано с целью и планом Божиим. И я сказал, Боже, как мы можем исполнить что-либо из этого? Я пытался поделиться этим с другими людьми. Вот так Бог говорит, и это восхищает меня. И я смотрел у их лица, и они смотрели на меня, как на сумасшедшего. Я спрашивал, ты не понимаешь? Они не понимали. А я не понимал, почему они не понимают? И Бог сказал, это потому, что у них не было ушей, чтобы слышать. Я спросил, Боже, что дает им уши слышать? Что дает им уши слышать? Почему они не могут слышать этого? Бог сказал, потому что я не говорю людям, которые слушают все подряд. Они не могут различить мой голос, когда они наполнили свое сердце и разум таким множеством бесполезных вещей. Вот почему Библия говорит насчет пустых разговоров, пустых бесед. Я могу говорить о чем угодно. Но я вам скажу, что где бы я ни начал, когда я учился в университете, и я получал свою степень, это очень прогрессивная программа в этом заведении. Но это самый лучший теологический институт в стране, Гарвард, богословский факультет. У меня было несколько действительно хороших друзей, двое моих лучших друзей. Оба теологи, большие ученые, муж и жена. Выпускники Гарварда. Один из них ученый по коптскому языку, второй по аккадскому. И он путешествует по миру, по всему Ближнему Востоку. Рос и Аллен, они мои друзья уже много лет, они недавно вернулись во Францию. Это серьезная потеря для меня, потому что они были моими друзьями. Когда у тебя настоящие друзья, они ценятся. Я реально потерял часть себя. И причина, почему они были моими друзьями, потому что они не были традиционными пятидесятниками. Они имели опыт познания Бога, я имею в виду. У них был опыт в наших церквях, но они не стали частью этого. Они сами из англиканской церкви, они все еще там. Но мы друзья, иногда мы проводим время вместе. И они иногда говорят, эй, будет барокко, музыкальный фестиваль. Там будут играть на старинных инструментах, на которых не играли по меньшей мере 400 лет. Надо идти слушать. И мы идем туда, садимся. Мне нравится музыка. Барокко – классическая музыка. И мы сидим где-нибудь сзади, наслаждаемся. Но есть интересная вещь. Они понимают, что нет разницы, когда они представляют меня кому-нибудь из своих друзей. У меня была возможность познакомиться с одним из величайших ученых по коптикому языку в мире. Он один из их лучших друзей. Он немного лысый, ходит и постоянно курит трубку. У него глаза реально такие. Почти не разговаривает. У него походка постоянно такая. Знаете, такой большой, полный человек. И все, что он делает, только читает, изучает и переводит. Это все, что он делает. Он занимается этим уже 40 лет. За 50 лет у него глаза стали такими, потому что он читал свитки в темноте, потому что они были в монастырях, и монахи не разрешали вынести свиток. Так что ему приходилось переводить тексты, которым было по 2000 лет или 1800 лет, с маленьким фонариком и карандашиком. И он сидел там, изучал тексты вдоль и поперек, записывал, переводил и приносил оттуда. Это потрясающе. И вот он там сидит, почти не разговаривает, даже не знает, что он за человек. И мои друзья знают меня, где бы ни началась беседа, мы беседовали, и он спросил, ты жертвуешь университет? Я сказал, да, я жертвую, определенную сумму я даю. Ну, они собираются сделать то-то и то-то. Мы говорили про много разных вещей. Мы хотим начать такую программу, хотят сделать то-то и то-то. И это не важно, где беседа начинается. Она все равно закончится на мне. Просто изливающим свое сердце. И он спрашивает, как ты сказал, где ты работаешь, какое твое занятие? Как ты используешь свою ученую степень Гарварда? Как ты используешь ее? В каком университете ты преподаешь? Я сказал, я не преподаю в университете. Сколько ты работ опубликовал? Ты публикуешься? Нет. Я не публикуюсь. А что ты делаешь? Я сказал, я проповедую, провозглашаю. Имея степень Гарварда? Ты провозглашаешь? Что ты провозглашаешь? Что ты провозглашаешь? Что может быть серьезнее, чем Гарвард? И только я начал говорить, правильно же говорят? Говори, что думаешь, делай, что говоришь. Я так и делаю. Он говорит, скажи мне, скажи, что это такое ты провозглашаешь? И хотя мои друзья уже в меня пинают, замолчи. Пять-десять минут я изливаю мое сердце. И забавно то, что одна из моих друзей, Аллен, она говорит, всякий раз, когда ты так поступаешь, мне становится некомфортно. И не то, чтобы я была смущена, я почти ревную. Она публикуется, ее муж публикуется. И вот они говорят, вот ты ничего не сделал со своей ученой степенью. Вот человек, которого она уважает. А за 15 минут беседы он не сказал ни слова. И она говорит, мне неловко, потому что я завидую и ревную о том, что ты говорил. Она говорит, мы ведем беседу, и как только ты открываешь рот, вдруг все внимание переключается на тебя. А когда ты заканчиваешь, комнату наполняет тишина, все за стольком молчат, потому что им нечего сказать. Она говорит, это так завершенно, почти экзогетически совершенно. что добавлять к этому комментарий, все равно, что отнять от этого. Она сказала, я ненавижу ходить с тобой куда бы то ни было. Потому что мы не можем разговаривать. Они из епископальной церкви. Она говорит, я хочу поговорить о Кабернесавион, и виноградных полях, об орнаментах, о всем таком. А к тому времени, когда ты заканчиваешь говорить нам о винограднике Христа, и о разрушенной жизни. Она говорит, я живу здесь, в Монбельяр, я знаю, что такое вино. Ты не знаешь, что такое вино. Я знаю цену и красоту. винограду, который мы выращиваем сотни лет. Короли Франции пили вино из него. Папы римские освящают его. И ты тут учишь меня? И я сказал, ты знаешь о винограднике? А я знаю о человеке, который сказал, да будет. Твоему винограду две тысячи лет. А виноград, о котором я проповедую, не имеет прошлого. Потому что это был первый виноград, который он создал словом от начала. Дай нам уши слышать. Я проповедую из Библии прямо сейчас. Может, я не процитировал ни одного стиха. Все, кто знает меня по проповедям, знают, что я систематичен. Вступление, вывод. Эта неделя пророческая. Вы понимаете, что это необычно уникальная неделя. Бог провозглашает какие-то вещи и истины, и мне очень некомфортно. Каждую ночь я возвращаюсь в свою комнату, чувствую себя ничтожным. Потому что, говорю вам, я едва ли прочитал один стих. Я не знаю, что я делаю. Бог говорит. Потому что я говорю некоторые вещи. Я делаю некоторые вещи. Я служу некоторым людям. Я кормлю их так, как им необходимо. Есть нечто сильное. У кого есть уши слышать, пусть услышат. Есть нужда в слышании Слова Божьего. Те, кто хотят услышать Его в эти дни, будут слышать. Потому что у них нет выбора, нет вариантов. Нет вариантов. Вот что Бог сказал мне. Я проходил мое испытание, и Бог сказал, Верон, я забрал у тебя все варианты. Давид говорит, одно я желаю от Господа. Этого буду искать, чтобы служить тебе. Если у тебя есть больше, чем одно желание, у тебя слишком много желаний. Если в твоем молитвенном списке есть много разных вещей, то твой список слишком длинный. Что должно быть в твоем молитвенном списке? Это одна вещь. Одно. Чего действительно желаешь от Бога. Когда ты найдешь это одно желаемое, когда ты отдашь себя ради этого одного, и ты так предан этому одному, которое имеет значение. Все остальное станет на свои места. Все остальное имеет смысл, когда ты находишь это одно. Я так страстно наполнил мою молитвенную жизнь одним. Это то, что я провозглашаю не утром, днем и вечером. Но я провозглашаю каждый момент в течение всего дня. Ранние отцы понимали больше, чем кто-либо. Один из них сказал такие слова. Когда нас спрашивают, как молиться, давайте будем повторять слова Писания и будем использовать драгоценнейшее имя, данное людям. Пусть это имя будет совокупностью всей молитвы в целом и в простоте. Если человек в своей жизни молится одной, только одной молитвой, пусть эта молитва будет «Иисус, будь милостив». И ты уже помолился достаточно. Мне нравится, нравится это. Иисус, будь милостив. Из всей моей жизни, если бы я только мог прийти к тому моменту в моей жизни, когда я прошу о милости у сострадающего Бога. Не потому, что это религиозно, не потому, что я в страхе. Как-то я консультировал одну пару в моей церкви много лет назад. Семейную пару. И эта девушка впала в прелюбодеяние. Она сделала некоторые ошибки. Ее муж, узнав, он выгнал ее вон. Он не хотел с ней иметь ничего общего, но они были согласны, по крайней мере, прийти на консультацию к пастору. И пришли в офис, и я увидел в ее глазах, она говорила, пожалуйста, я хочу домой, я хочу вернуться домой. И такое было сокрушение в ее глазах. И он был так ранен, потому что ему было очень больно, потому что это непросто. Прелюбодеяние – это сокрушительный удар для мужского эго. Вы знаете, у мужчин и без того есть проблемы. Мы все хотим быть в некотором смысле крутыми. А у нас такое эго. Мы считаем, что мы куда лучше, чем есть на самом деле. Поэтому любое отвержение на самом любом уровне пагубно для мужчин. Но она была так сокрушена, слезы были в ее глазах. Пока я пытался служить им, я увидел нечто. Когда я увидел ее, я помолился такой молитвой. Боже, сделай меня такой, как она. Дай мне понимать, когда я согрешу или выйду из твоей воли и твоего присутствия, не дай мне в гордости пытаться все исправить из-за страха. А что люди будут думать? И потому что мы женаты, и у нас дети, и мы не хотим займеть плохую репутацию. Нет. Дай мне быть таким же сокрушенным, как эта женщина. И говорить, Боже, не покидай меня. Я знаю, что я наделал ошибок. Я знаю, что я несовершенен. Я далеко не самый лучший. Но без тебя я умру с печалью. И да. Я ушел в сторону. Да, я смотрел на людей и другие вещи, что было неразумно. Но, Боже, пусть мой крик будет «Будь милостив». Понимаете? Пусть причиной нашего прихода будет не необходимость в очевидной, явной праведности, но в отчаянном желании страстных отношений. Пусть определяющим фактором моей жизни никогда не будет что-то, что можно описать, но только то, что нужно пережить. Если я могу описать спасение, это не есть спасение. Спасение – это нечто, что вы должны пережить, в чем должны принимать участие. Это что-то, чему вы должны открыть себя. Есть нечто, что вы не можете подделать. Истинное спасение невозможно подделать. Кто угодно может надеть длинное платье, любой может отрастить волосы, положить макияж, кто угодно может надеть костюм и галстук, кто угодно может говорить на языках. Но никто без силы Святого Духа не может жить самоотверженной жизнью. Вы знаете, что Библия говорит, что они были изумлены? Почему они были изумлены? Они изумлялись, потому что Иисус не учил, как один из книжников, но Он говорил со властью. Это не были слова, это были поступки, преобразившие мир. Первая христианская община видела величайшее излияние Божье. Почему? Потому что они делали. Они поступали. Когда был голод, они делились друг с другом. Библия говорит, они продавали все, что имели. Книга Деяний. Они продавали все свое имущество. И между ними ни у кого не было никакой нужды. Можете себе представить? Никакого недостатка. И величайшая благодать была на них. Мы всегда говорим об истории Анании и Сапфиры. Бог убил их, потому что они не отдали. Нет? Знаете, почему Бог убил их? Бог убил Ананию и Сапфиру. И я заканчиваю. Я буду служить Словом Господнем некоторым из вас. Почему Бог убил Ананию и Сапфиру, епископ? Библия говорит, потому что они солгали. Почему они солгали? Потому что они продали свое имение и принесли часть из этого, но сказали, Боже, это все. Даже не обязательно причиной была ложь, или то, что они дали неверную сумму. Дело в том, что верующие продавали имение, потому что в Иерусалиме были люди, которые голодали, и даже умирали с голода. И христианская община понимала, мы не можем двигаться дальше и не помочь им. Поэтому все продавали все. Но Анания же и Сапфира оставили часть себе, оставили немного для своей безопасности, пытаясь обезопасить свое будущее. Тем самым они лишили кого-то вообще какого-либо будущего. Мне было бы легче проповедовать, если бы не нужно было проповедовать из Библии. И Бог убил их. Почему? Потому что Он сказал, «Вы не можете быть частью Моего тела и не делать то, что делаю я. Если что-то есть во мне, что не является частью Меня, я должен убрать это». Их смерть не была Его судом. Скорее, это было удаление того, что Он не признал. Бог не хотел быть в общении с каким бы то ни было эгоизмом. Вы это понимаете? Поймите, что эгоизм этих людей требовал суда Божьего. Сколько людей умерло бы из-за того, что они собирали деньги для себя вместо того, чтобы кормить голодных? Я уже говорил вчера. У меня был друг, и я проповедовал в его церкви. Когда я закончил проповедовать, а там было 14 тысяч человек, он сказал, «Давай, поедим чего-нибудь, поедем». Я сказал, «Давай». Он сказал парню, «Подгони мою машину». Машина подъехала. Я такой машины в жизни не видел, даже не знаю, что это за марка. Я спросил, «Слушай, что это?» Он ответил, «Это Майбах». Я сказал, «Майбах?» «Что такое Майбах?» Он ответил, «Это Мерседес высшего класса, она дороже, чем Роллс Ройс и Бентли». 585 тысяч долларов. У меня второй, который был выпущен. И поначалу, когда твоя гордость хвастается, это немного так приятно, внутри я думаю, «Вау, Бог дает успех». Но потом в своем духе меня так переполнило, потому что три месяца назад я был в Палестине, был на Ближнем Востоке. Посещал я некоторые палестинские поселения. И когда я был там, там были пожилые женщины, которым было почти по 100 лет. 97-летняя бабушка сидела. И на ней была только накидка на спине. И молодой человек, и молодая девушка, и ее внук, и внучка, сын, и дочь, и даже правнучка. Четыре поколения в одной палатке. Потому что их дома, в которых они жили, на протяжении 300 лет были разрушены. Христиане. И все, что у них было, это один маленький крестик из оливкового дерева, который им удалось спасти. И я думаю, что было возможно еще 300 палаток, и за стоимость той машины я бы мог построить дома для каждого из тех людей. Я спросил его, могу я открыто задать тебе вопрос? Он сказал, конечно. Из того, что ты получаешь, сколько из этого отдается бедным? Сколько из всего возвращается людям? Я люблю приятные вещи, у меня их было много. Но я не могу опустить факт того, что Бог позволил мне потерять их все. Первое, потому что это то, кто Бог есть. Второе, потому что мне не нужно было все это. Знаете что? Я плакал, рыдал и думал, что это у меня уже сердечный приступ. Когда пришли и выкинули меня из моего последнего дома, когда на него было наложено взыскание. Там была полиция, я не хотел уходить. Они спросили, вам скорую вызвать, с вами все в порядке? А я не понимал, что происходит. Я думал, как я могу уйти в никуда, у меня нет дома. Накопленное мной было все продано, и вся моя одежда, обувь, все. Все мои костюмы, все, что я носил, все книги, которые я когда-либо читал. У меня были книги, которых уже никогда не вернешь, произведения искусства. Я очень любил искусство, жил ради искусства. У меня был оригинал набросков Рембрандта. Где-то вот такого размера, все ушло. Теперь, возможно, мой дом у фермера, и там курятник и куры любуются Рембрандтом, на котором они даже понятия не имеют. Все это ушло, и я не мог даже подумать. Я не мог быть настолько гордым, чтобы не понять, что это Господь учил меня чему-то. Истина в том, что когда это все ушло, я осознал, как неважно все это было. То, чему я придавал такое значение, компьютеры. У меня был не один компьютер. У меня была дюжина всех разновидностей, марок, там были разные программы. Когда я изучал Библию, это было на 15 языках и 30 диалектах. А сейчас что Бог сделал? У меня снова симфония. Возвращаясь к традиционным способам, симфония и Библия. Но я научился тому, что та роскошь, которой мы наслаждаемся, которая у нас ассоциируется с жизнью, не является необходимостью. Она скорее бремя, чем свобода. Я не унижаю необходимость преуспевания. Но успех при том... Успех при том, что кто-то не имеет необходимого, это антицарство. Если я преуспеваю, но не могу помочь другим людям в их минимальных нуждах... Знаете, Бог не против, чтобы я имел много, если я беру из своего много и помогаю людям иметь, по крайней мере, достойное существование. Есть люди в наших церквях, у которых иногда ничего нет. Да оставим церкви, есть люди в наших домах, неподалеку, по соседству с нами. Иисус говорит, кто твой брат, кто твой ближний, посмотри вокруг. Каждый день есть возможность, взывающая к тебе. В каждый момент твоей жизни есть люди, которые говорят, мне нужен Бог. Молю Бога освободить нас от самих себя. Молю, чтобы Бог освободил нас от религиозного духа, освободил нас от всего, чему мы были научены. Вы меня слышите? Понимаете, огонь, поедающий огонь. Эта конференция была предназначена стать огнем. Когда огонь Божий приходит, он наполняет нас страстью. Он приносит свет, где не было света. Искореняет все, что не такое, как он. У меня есть друг в Гранд Рапидс в Мичигане. У него там потрясающая церковь, ей где-то шесть лет и насчитывает двенадцать тысяч человек. За шесть лет они поменяли три здания. Кто-то просто отдал им целый торговый центр. Они не платили ни за одно здание, в которое переезжали. Они начали в школьной аудитории и продолжали проповедовать, проповедовать, проповедовать. И люди в церкви стали так наполнены страстью по Богу, что они начали делать какие-то дела в своей округе. Начали убирать, начали помогать людям по дороге в церковь. Потому что то был не очень хороший район. Они увидели несколько домов, где перед домом был мусор, неприбранные газоны. Они увидели там пожилых людей, которые не могли ухаживать за собой. И верующие из церкви сказали, как мы можем идти в церковь, поклоняться, и увидев пожилую женщину, которая не может обработать собственную лужайку, проехать мимо. Так что, когда они возвращались из церкви, они заходили к ней и говорили, «Эй, можно мы подстрижем вам лужайку?» И они обработали ей лужайку. Они покрасили ей дом. И однажды ее наркозависимый сын, бездельник, пришел домой попросить у мамы денег. И он увидел обработанную лужайку и покрашенный дом. Он посмотрел внутри дома, увидел, что там чисто. Почувствовал запах из кухни, запах еды, которого не ощущал уже многие годы. Он зашел внутрь. Его мама, которая всегда казалась скрюченной, стояла ровнее. Она сказала, «Дитя, заходи! Мне надо уходить в церковь, но посмотри на столе, там есть еда». И спустя неделю наркоторговец ищет одного из своих самых крупных клиентов. и не может его найти. Он ходит и размышляет. А что же с ним случилось? И через неделю он встречает его в городе, и тот идет со своей мамой. Немного поговорив с парнем, наркодилер узнает. его клиент стал волонтером, и должен раздавать пищу. Девять дней он уже не принимает наркотики, а пять дней уже является волонтером. Он нашел цель, и наркодилер спросил, «Что ты делаешь? Что происходит? Если у тебя нет денег, я тебе могу немного сбросить». А тот парень сказал, «Это моя мама. Ты понимаешь, что я сделал с ее жизнью?» В конце концов, я не ничтожество, я мужчина. Я не позволю, чтобы кто-то другой заботился о моей семье лучше, чем я сам могу это сделать. Он сказал, «Это сокрушило меня, когда я осознал, что кто-то другой должен обрабатывать газон моей маме и убирать в ее доме. И мне все равно, как здорово я чувствую себя под этими наркотиками. Они никогда не смогут стереть то, каким грязным я себя чувствовал, когда я понял, что кто-то другой заботится о том, что было моей ответственностью». Этот наркодилер вернулся к распространению наркотиков. И однажды, это реальная история, он пошел в торговый центр, желая заработать побольше денег и найти новых работников. И там он увидел женщину, которую узнал. Она была его девушкой пять лет назад. Она забеременела, и он бросил ее. Никогда не помогал ей, никогда не слышал и не сделал ничего для ребенка. Он увидел ее, идущую по торговому центру, рядом с привлекательным мужчиной. Возле этого видного мужчины была пятилетняя девочка в красивом платье и держала его за руку. А ее мама везла в коляске прекрасного малыша. Наркоделец намеревался пройти мимо, и вдруг осознал, «Боже мой! Это моя бывшая девушка! И это должно быть моя дочь!» И он захотел догнать их, сказать привет, поздороваться, но не смог, потому что понял, что другой человек воспитывал его дочь. И поначалу он говорил, «Я вышел из себя! Я разозлился! Меня взяла ревность!» Но потом я подумал, «Если бы я воспитывал ее, была бы она такой красивой!» И тогда он пошел, нашел того парня, своего бывшего клиента и спросил его, «Кто делал все это? Кто помогал твоей маме подстричь лужайку?» И теперь тот наркоделец посещает церковь. Пять лет спустя он включает телевизор, и огромнейшее землетрясение на западном полушарии потрясло маленькую, неприметную страну под названием Гаити. Оно унесло жизни тысяч. Мы даже не знаем настоящих цифр. И в Гранд Рапец, в Мичигане, не более чем через 24 часа группа около 2300 человек бронировала полеты, помогая Красному Кресту в качестве волонтеров. Так что в течение 36 часов они были там, на Гаити. Кто вызвался помогать? Эта группа не пастор, не помощник пастора, а парень, который был наркодельцем, который увидел свою пятилетнюю дочь, о которой заботился кто-то другой. Я спросил Роба, Роб, расскажи мне о своей церкви. Ты на телевидении? Он сказал, нет. Делал когда-нибудь передачи? Он сказал, нет. У тебя есть бюллетени и флайеры здесь в городе? Он сказал, нет. Нам пять лет, у нас 12000 человек. Единственное вложение, которое я когда-либо сделал в рекламу, это люди. Тебе не нужно размещать бюллетени на обочинах дорог, когда люди видят, что ты живешь как Иисус каждый день. Он говорит, если люди приходят к нам в церковь, то это не потому, что у нас лучшая музыка, это потому, что у нас лучшие люди. Мы должны стать этими бюллетенями, флайерами, так чтобы наши сыновья и дочери, родители, дяди, наше окружение, люди, с которыми мы проводим время, могли посмотреть на нас и сказать, Боже мой, это все, что я хочу. Если я могу стать таким, каким становишься ты, то Бог исполнит Его волю. Я в завете в этом сезоне с этим человеком Божьим, потому что он голоден по Богу, и я сказал Богу, в этом сезоне моей жизни я не хочу никуда идти, не хочу общаться ни с кем, кто не голоден. Это не насчет интересных проповедей, которых хороших служений, это насчет голодного страстного преследования Бога. Бог говорил ко мне, в прошлый раз, когда я был в больнице, я был госпитализирован в Сан-Диего, и Бог сказал, я приношу движение Божье через простых людей. Я спросил, через простых людей Он сказал, я собираюсь начать излияние моего духа, и это не будет молитва на языках, не будет традиционно, это придет из глубоководных течений, никто не сможет увидеть его, вот оно было там, или вот оно там, или там. они только смогут сказать, это Господь, кто сделал эти вещи. И я верю, что этот дом сегодня Бог призвал быть этими простыми людьми. Я думаю, что-то возжигается внутри вас, чего вы сами не можете понять. Я думаю, некоторые из вас разговаривали с вашими друзьями, с другими христианами, которых вы знаете. Вы говорили, было невероятное движение Божье. А люди спрашивали, что такого особенного было? И вы даже не можете разобраться точно. Может, вы даже попытаетесь повторить что-то из того, что я здесь говорил, но все напутаете. Потому что это невозможно повторить, невозможно описать. Это нужно испытать. Что вам следует сказать, если вас спрашивают, что было такого особенного? Отвечайте им, просто наблюдай за мной несколько следующих месяцев. Если ты увидишь измененного человека, подражай изменению. Следуй за мной, как я следую за Христом. Это большая ответственность. Но это такое посвящение для искренней, настоящей полноты. Вы будете счастливы в малом, и Бог доверит вам большее. Вы слышите меня? Прямо там, где вы сидите, на пару секунд просто откройте ваше сердце Господу, чтобы начать разбираться с вещами в нашем сердце, которые важны для Него. Амос 8. Амос 8. Мы не читали этого, но прочитайте, когда закончится проповедь. Там говорится, «Несомненно, есть голод по слышанию Слова Божьего». Но я хочу провозгласить сегодня в служении, что нет голода. Вы слышащие. Те, кто собраны сегодня, это слышащие. Не дай нам проезжать мимо дома, видеть там нужду и игнорировать ее. Пусть никогда не будет нам в тягость обилие бедных, и мы не будем пренебрегать нуждающимися. Боже, были времена, когда я ходил по улице в некоторых городах и районах, и было так много нуждающихся, что они начали раздражать меня. И я заметил, что стал почти что черствым. Дай мне никогда не стать черствым к воплю тех, кто в отчаянии. И даже если они шарлатаны, если они в действительности здоровы и могут работать, то, несмотря на это, дай мне никогда не принимать как должное Твою благость. Ты будешь судить за то, что они делают с тем, что я даю. Но ты будешь судить меня за то, что я отдаю или нет. Так что Господь говорит, приготовьтесь, потому что этот дом временный, это временное место, и смотрите, куда я иду. Смотрите на другие дома, на которые вы уже много раз обращали внимание, так много раз. Господь говорит, это уникальное движение, потому что видение имеет много аспектов, много разных уровней. И Господь говорит, я собираюсь высвободить вещи, чтобы исполнить Мою волю. Бог говорит, вам нужно увидеть не одно здание, а три здания, потому что я насажу этот дом в трех разных направлениях, местах. Ибо Господь говорит, вы увидите движение руки Божьей. И вам нужно будет начать насаждать церкви. И люди будут говорить. Люди будут говорить, как как вы можете делать это? Почему просто не позволить им всем приходить в одно место? Вы отвечаете, потому что это мое видение, больше, чем одно место. Больше, чем мы. Итак, Господь говорит, в это время, в этот час, я посещу этот дом, я назову этот дом апостольским. Не по доктрине, но из опыта. Бог говорит, смотрите, в этот день я начну пробуждение. Сильное пробуждение. Человек Божий, ты и твоя семья начнете испытывать руку Божью. Ибо Господь говорит, было так много всего, что происходило. И как результат, тебе приходилось нести бремя этого дома. Некоторое время. Тебе пришлось отложить множество вещей. Но я собираюсь посетить тебя, и Бог говорит, то, что люди пытаются остановить, я буду открывать. Бог говорит, нации взывают к тебе. Бог говорит, нации взывают к тебе. Я слышу, как Господь открывает двери в необычных, уникальных местах. И я вижу, как Бог посылает к вам людей, для которых вы станете отцами, хотя ранее никогда с ними не встречались. Господь сказал, что двери должны быть открыты, и они придут из... Я слышу, как Бог говорит, Боливия, Сальвадор. И я даже слышу, как Он говорит об Африке, из восточных частей Африки люди будут связываться с вами. Суданцы. Гана. Бог говорит, смотрите. Придет день, и вы будете летать туда и обратно, даже в Нью-Йорк, Нью-Джерси, ибо Господь говорит, там есть церкви, которые будут в отчаянии. Они чувствуют себя настолько одинокими, потому что оставили свои деноминации из-за религии, и у них нет ни кого с кем общаться. Так что Господь говорит, я дам вам сыновей, которые далеко, но им не с кем общаться. И вам нужно будет кормить их, и вдохновлять их, и наставлять их, и покрывать их, и тренировать их. И я буду посылать сюда людей, которые будут помогать нести бремя. Они не будут жаждать кафедры, но они будут жаждать спасения душ. Господь говорит, это будет дом, не похожий ни на какой другой. Ибо я пошлю вам мудрость в том, как оказывать содействие движения Божьему, как подготовиться к Нему, как быть хорошими помощниками в Нем. будет порядок, будет структура, но также будет свобода духа. И Бог говорит, в этот период мне нужно будет наделить вас некоторыми недостающими компонентами, потому что некоторые люди были улавлены и ушли. И Бог говорит, я приведу их назад, потому что я призвал их сделать некоторые вещи. Я влеку их сейчас. Я влеку некоторых сыновей прямо сейчас. Привлекаю некоторых молодых людей и некоторые семьи прямо сейчас. Бог говорит, я привлекаю их и говорю им, придите. Они хотят, но они смущаются. Однако Бог говорит, я говорю им, придите. Вы готовы к ним сейчас? Бог говорит, не только это, но я говорил тебе насчет библейской школы, места обучения и образования и подготовки людей к служению. Поэтому подготовься, ибо я дам тебе мудрость, как привнести и внедрить это в церковь. И Бог говорит, вы должны быть подлинным апостольским центром. Должны быть местом, где люди будут собираться, чтобы получать направление. Это не должно быть местом, куда люди приходят посмотреть, что Бог делает. Это должно быть местом, куда люди смогут приходить, чтобы участвовать в том, что Бог делает. Быть частью того, что Бог делает. О, я слышу это через Святой Дух. Слышу так ясно. Будет такой свежий дух молитвы. И слава Господня наполнит ваши собрания настолько, что человек будет входить и будет знать, он будет знать, что Бог здесь. Сколько из вас слышат это Святым Духом? Они будут знать это. О, Господь, я так люблю тебя. Бог, я люблю тебя. Я люблю тебя. Бог, я люблю тебя. Господь говорит, ты отложил даже свои личные нужды. Многими из своих личных нужд ты пожертвовал ради царства и Божьей цели. И несколько раз ты говорил, Боже, если это все, если мне нужно уйти, просто дай мне знать. И Бог говорит, я не закончил. Бог говорит, я посещу тебя. Все, что дьявол украл, я возвращу в изобилии. Так что ты не будешь даже помнить, что это когда-то было взято у тебя. Аллилуйя! 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 Давайте благословляйте его. come on bless